я водичку нашел на шеловской заправки сейчас это схожу занесу и потом вернуть еще полностью задались до конца но я не брал много цел пяти литровик с собой сейчас 20 заполню это вот рядышком здесь буквально только выехал со страсбурга и все остановился надо покушал время уже 5 часов вечера целый день голодный пока музей пока это беготня с этой симкой короче каждый день какая-то беготня никакой работы ну сейчас уже все сейчас выезжаю и поехал португалиста возле меня кушать делает пойдем с этой стороны обойдем все я уже поел сейчас водичкой дольюсь и попрем еще пока не решили куда вы скорее все что поедем на место так предположительно пока так все валим вот видите мельхоузы сэнди кальмар кальмар сэнди потом мельхоуза вот до мельхоуза выдает весь автобан он дешевле вон реймс нет но это не реймс реймс соврал реймс дальше немножко вот мы сейчас долю него едем едем бесплатно дом мельхоузы здесь оплаты платежек никаких ничего нет дальше все пойдет уже туда на ли он пойдет платный автобан тоже не дешевый далеко не дешевый ну хоть вот этот кусок здесь сколько километров сто наверное может чуть больше проедем без оплаты как ни крутите все равно экономия более это ничего не ничего не затрудняет переехал немножко раньше и коти там просто если идти по пятерке потом уходить на мельхоузы там все время автобан ну а здесь сколько тут чуть-чуть через страсбург и до страсбурга чуть-чуть потом а национал очки то какая она там широкая двойная поэтому вот как бы в экономическом плане выгодней ну и вот засимкаешь надо было надо было пятница пол шестого вечера уже до преды мы сегодня конечно поздно ехать еще четыреста восемьдесят пять километров до места приедем ночью если поедем до места ну так вроде бы думаешь все таки надо наверно до места ехать там становиться и стоять посмотрим если там кать какая площадка туда сюда и тогда уже конкретно определимся здесь вот видите все рядышком съезд на аэропорт базы базы лету на швейцария это швейцарии то вот рукой подать на базах это 20 может 30 километров на германию вот на базах германию сейчас куда правее но нам вот левее ли он париж это нам ну вернее мы сейчас вот так правее пойдем базы германия соответственно левее не соединимся сейчас я не помню как тут номер автобана называется с тем который вот если по германии ехать и здесь выходишь сейчас все вот мельхозы у нас будет слева мельхозы проедем будет одна платка я не помню сколько там ну там платишь одну сумму было восемь с копейками что евро может сейчас учу подорожало а потом будет следующее там берем тикет и поехали до того места все путем съезжать с автобанов но обычно если на леон идти так там перед леоном уже не надо никуда съезжать там по центру дороги автобана широченная такая там этих каналов огромная-огромная платежка и там уже чушь-чушь специально все дела поехали париж леон мельхозы прямо мельхозы вот слева или это еще не мельхозы или тазаус хейм тазаус хейм мельхозы дальше все вместе залпа есть даже вот сейчас у нас первая платежка тоже тут главное не влезть в этот я раз залез во франции 1 или 2 рассказал францию попал там где под эти под приборчики но как вот типа как в польше и а то уже тоже такие можно ставить тут вообще какие-то универсальные есть но мы что-то смотрели смотрели их во первых мы не так часто ездим во вторых там еще малый охват европейских стран поэтому пока не надо вот так залез под эти тут приборчики хорошо ночь была по темноте на счет не разглядел алис просу не такой заспанный был в общем хорошо что сзади никого не было прикиньте задом по автобану ездил охренеть одно из самых страшных нарушений ночью делать деваться-то некуда было и под леоном тоже один раз было я приехал карточку кидают тикет забросил он аппарат тики сожрал все давай карточку я ему карточку кидаем выплевывать я кидаем выплевывать не хочет деньги брать там этот типа помощь там кнопка какая-то есть это нее нажимая там грыгыр по-французски никс ферштейн говорю пытались но там короче пришла девчонка давай карту на меня и дал она внутрь этого аппарата как-то там стыду залезла сюда там раз-раз приносит не отдает мне чек слабом поднялся я поехал нами что-то втирали ничего-то не понимая с французским вообще катастроф эйр и читай как читается эйр для лапорта чё-то доль санс пейдж было написано пейдж оплата вот недавно я видел два километра у сейчас тут должна быть здорово-здорово а это порте для санса что-то я думал пейдж пейдж деньги оплата тоже наверно наши эти мигранты поехали а может подписчики но если подписчики потом отпишитесь в комментариях и неправильно почитал прочитал для порта здесь а я что-то пейджи же как бы оплата пардон ошибочка вышла но зато вот эти людей на немецких номерах заснял пошли французские стоянки заправки паркинги большие французов тоже вот что хорошо ну в основном не везде но в основном вот ты заезжаешь раз там по одному месту проехал и нету где стать то есть есть возможность у них развернуться и вернуться обратно и еще раз там уже по другой полосе проехать на этих паркинг немцев такого нету а у французов есть ну не везде но частенько такое встречает что есть возможность сманеврировать а немцы уже проехал все можно было там другим рядом попробовать но ты проехал все и уже назад ты никак и еще и надо уезжать со времени нету как-то вот так вот не очень в этом плане париж 545 ли он 360 белфорд 220 нам куда нам 365 нам куда нам ли он куда а вот новенький стралис обгоняет скажите похож на сканию на верхонький страдалис последний кто там прицеп французский еще так вот на автобанах на дороге я не встречал последних стралисов называют их страдалис не стралис а страдалис ну чё и века машина века ну смотрится ну вот почти один в один скандинская морда вот через два километра пейдж оплата а 1020 для грузовиков здесь по-моему подорожал это когда-то тысячу лет назад я был последний раз по 8 с копейками стоит могу ошибаться вот где ты вот сейчас смотрите вот он туда поехал это они оплачивают вот поэтому по приборчику мы платим картой мы платим картой мы платим картой поэтому вот мы немножко здесь поставим поедешь туда там не проедешь наверное может быть там тоже есть картой возможность но мне кажется что нет вот они все проезжают видите вот они по т едут все у них он сам шлагбаум поднимается как в польше то же самое вот те кто постоянно здесь ездят они у них естественно эти приборы они нужны еще за мной коллега не знает куда ему ну и вот наша карта здесь можно и денежки кидать а можно и видите швейцарик денежки кидает на бусики сейчас посмотрим да вот он подъехал даже эту не отпускать эту свою порточку так карта на что такое я не знаю в чем прикол но есто не сработало может быть есто по франции не работает что то сейчас я у шефа к маякнул он говорит да да я забыл тебе сказать что ему там объясняли что по моему по франции есто никс арбайта хорошо у меня были деньги на этой на своей я говорю ты там разбирайся потому что мне под леоном платежка там под сотку евро надо будет платить мне грузов мне грузовка нету да 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 сейчас там короче деньги у меня уже на карточке есть грузаки на всякий случай я там попробую сунуть эту е100 опять в оплату ну вы сами видите она выплёвывала просто я был камеру выключил там что то не до съемок было надо было этот вопрос обсуждать решить как его платить не сработало но я помню в предыдущей конторе у нас тоже там куча всяких карточек было но оплачивали мы только шелкой у нас там и шел и пи пи было и то и сё немерено этих карточек но оплатили только шелкой может быть другие здесь просто не прокатывают ну значит будем этими карточкой деньгами оплачивать португалец полюс вот такие пироги 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 по-моему я как-то раз погружался на заводе пыжо да металл мы возили наверное это вот здесь было было давно но было именно пироги 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 был хорошо когда эти выгружал макулатуру в балахне так когда выезжал удивительно никто не лазил нет как это никто не лазил лазили смотрели вдруг ты оттуда слямзил упаковку макулатуры да реалии конечно отличается а уже что говорить про завод вас зона строгого режима скажем так несколько эшелонов охраны заводе на въезде потом в каждом цеху везде к в цеху в цеху это это что-то что-то шедевральное баллон нельзя то нельзя это нельзя шаг лево шаг вправо все прыжок на месте провокация расстрел на месте как вспомнил вас и раза три на нем был честно словах больше никакого желания туда ехать нет надо будет поедем конечно но воспоминания о нем крайне негативные так вот следующее здесь мы берем тикет уже потом испытывать работает ли у нас есть то будем на следующей платежке продолжаем стрижение я все время боюсь чтоб не туда никуда нибудь не влезть тикет взяли штаба он поднялся ну и точно так же как в польше потом на той платежке где будем либо съезжать либо вот та большая будет перед лионом на автобане закидываешь тикет и выскакивает сумма и все и платишь посмотрим он есть то лежит ждет на крайний случай пройдет она там не пройдет скоро узнаем смотрите как красиво здесь горы вылетают лес в горах на горах здесь гористая местность уже пошла все вот после мельхоуза и пошли спуски подъемы ска не на 11 приходится уже спускать красиво здесь вот что хорошо во франции вот чем мне нравится по ней ездить свободно нет такого движения как по германии с пробок тут практически нет ну да в районе крупных городов час пик там авария там ремонт понятно ну такого движения нету вот свободно автобаны свободные легковых столько нет паркового больше парковки большие уже про парковки говорил что там можно если с первого раза не попал то можно еще типа на второй круг зайти типа на второй круг зайти в общем так повеселее скажем так чем у немцев поспокойнее посвободнее 280 километров еще ехать час 40 надо будет еще паузу 45 открутить мы как раз там был обед возле блин выскочила название название города в котором только что был что за ерунда такая вот тут крутится вот не могу про и воспроизвести что-то с памятью стала страсбург вовс там был обед здесь будет ужин как раз ночью получится приедем и сразу спать что мне этот страсбург выскакивает с памяти что-то не то а в тюрьме сейчас ужин макароны у нас сейчас тоже будет ужин на нема короны картошка с контрабандным салом полчаса осталось еще 180 километров заедем если место есть но по идее так смотрю лесных лесные стоянки они такие места есть открутим еще одну паузу и уже потом по рулем до места вот видите как я говорю видите по кругу можно поехать да ну только вот знаете наверно не факт что места есть паркин для грузовиков на поехали посмотрим что-то наварить как я смотрю стоят изменение машины а не место немерено странно только что-то люди вот сюда не хотят становиться наверное это что перепроложить в лесу как бы хотя если захотят уже здесь грабануть то тут без разницы тут на заправках грабят так что никакой никакие камеры не помогают зато такое уютное место поверните направо затем через 40 метров поверните направо будем ужинать вот что еще мне нравится у французов вот видите лесная стоянка вы слышите автобан я нет тишина ты можешь отдыхать а в германии 30 метров от автобана стоянка на которой ты должен отдыхать всю ночь этот автобан гудит нет его слышно но он где-то там автобан а так ты вот здесь стоишь например а вот где эти деревья уже автобан проходит который не замолкает ни на секунду ночью согласитесь особенно если еще жарко форточки открыты сон не такой какой должен быть вот тоже плюс франции турки шерлайнс болгарин братушка пошли ужин за бодяжем уже все подготовила сейчас только разогреть покушаем часа два с половиной еще нам проехаться уже стемнеет сейчас поедем в темноте прокатимся и все и до понедельника будем сушить весла огонь горит огнем огонь тачка 15 минут 1 вот мы и до рулили и до леона сейчас съезжаем и идем в сторону марселя гренобля гренобля не знаю на платку будем попадаем на платку не попадаем нет не попадаем платка это который съезжает а мы на платку на эту не попадаем на сидит ну где-то мы все равно на платку попадем получается сейчас у нас все еще и тут я не пойму идея еду гренобля гренобля леон справа сейчас останется мы как бы вот тут его востоком обойдем нам не в сам ли он пригород 25 километров в общем то осталось то вот платка вот я вот по моему в эту тоже до упирался точно ну сейчас главное тут сильно не на тупить и заодно мы проверим куда тут ехать ну ты вон они там слева в крайнем случае тут все равно никого нет если что так берем тикет сначала карту карту не берет ведь значит берем свою карту короче е 100 не принимает все шлагбаум поднялся будем кстати сколько сто три и четыре евро и по-детски так подорожала мы кстати проезжаем вот прямо вот с этим бугром с правой стороны аэропорт леонский с целью в и он его не один раз выружался и вот прямо возле вот с той стороны его прямо стоял и смотрите метров триста наверное и взлет было там прилетали тут взлетают улетали так интересно шаги фильтры стояли в этом германии берлине в берлине шума фельдера так вообще-то взлетка 150 метров было но там такие же сильно большие крупные самолеты не летают слышно не там один взлетел другой прилетел там шик 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 как эти такси а потом какой-то сказки там хрома ревит пусты трясутся что стучит давно было пулковские реалии прилетел ту 134 ты еще до тех времен когда их пускали он приземлился 134 4 такой грохот стоял прямо с ума сойти те тех не слышно было так шуршат там что-то туда-сюда два часа проходит опять грохот обратно полетел вот потом же по-моему и запретили из-за шума что что шумят очень сильно летать ну друзья вы почти приехали снижаюсь автобана нашу пронзону а а и и и и а и и и и и и и и Прямо к фирме мы не поедем, там стоять негде, уже посмотрели. А здесь, в этой промзоне, тут есть стоянка. Буквально 500 метров до фирмы, там 700 каких-то. Поедем туда, пробуем там припарковаться. Какие тут заезды интересные. Круглая, такие надо рисовать. Через 300 метров продолжаете движение прямо, затем едете на дорогу с таковым движением, а затем съедете, используете импульсъезды. Вы видите, какие тут восьмерки, у меня уже голова крушится начинает. Час ночи на дворе, без 20. Продолжайте движение дня. Продолжайте движение дня. Продолжайте движение дня. Еще 6.30 содрали. Крахоборы. Ещё 6.30. Заполнили. Тут какой-то паркинг. Мы как бы вот дальше едем. Ещё 1.2 км. Готовьтесь через 400 метров пересечь на дорогу с круговым движением. Съедьте, используя второй съезд. Через 300 метров объедьте на дорогу с круговым движением. Затем съедьте, используя второй съезд. Чего ты сказала потом? Да. Вот. Зато у вас эту бонусы, короче. В общем, мне туда. Пересеките дорогу. Используйте второй съезд. Используйте второй съезд. Что-то вот паркингры грузовиков, что-то пола-дэнс-сервис, что-то такое написано. Да. Тут, походу, такая глухая промзона. А, вот с правой стороны я уже вижу. Грузовики стоят. А мне выгружаться дальше, вот туда проехать. А вот там, с правой стороны стоят машины. Вот сюда мы и поедем. Что тут написано? Душ, заправка, паркинг, что? Паркинг платный, паркинг бесплатный. Изменение маршрута. Мы поедем на платный. На следующем повороте поверните направо. Паркинг направо. На следующем повороте поверните направо. А где тут? Куда? Я не знаю. А кому-то что платить? Я не знаю. Это на заправку проверения С24. Так тут вот грузовики стоят. Паркинг. Паркинг. Что там написано? Что там написано? Паркинг. Что там написано? Короче, поехали место себе искать. Так, стоять. Мы там проедем. Не, наверное, ставить я не туда поехал. Может, там, конечно, вокруг и можно проехать? Вот. Вот. Скорее всего, что можно. Потому что вот заправка и потом объезд по кругу. Ну, мы сейчас тут левее поедем лучше. Что тут написано? По-русски есть? По-русски нет. Можно сюда к забору припарковаться. Можно куда-нибудь сейчас посмотрим. Сюда вот под этот фонарь. Что тут дальше мы что видим? Там тоже вон какой-то паркинг. Ну, там что-то из пола логистик стоят. Наверное, там их не логистический их. Ладно, что тут будем выдумывать. Становимся тут вот и все. Прибыли. Теперь мы здесь стоим до понедельника. Ну, уже суббота как бы наступила. И в понедельник, поскольку там с утра я посмотрю по заявке, поедем выгружаться. Загрузка уже есть. Куда не скажу пока. Всему, как говорится, свое время. На этом все. Как говорится, всем спасибо за внимание. Мы спать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok